Ненависть и горячая, слепая злоба захлестнули Марию, сдавили сердце, тошнотой прихлынули горло. Алый туман застилал ей глаза, и в этом негустом тумане она увидела безмолвную толпу хуторян, и раскачивающегося на тополевой ветке Ивана, и босые ноги, повисшие на тополе фене, и черную удавку на детской шее в осятке, и их, палачей фашистов, одетых в серые мундиры с черной лентой на рукавах. Теперь здесь, в ее Мариином погребе, лежал один из них, полураздавленный, недобитый гаденыш, одетый в такой же серый мундир, с такой же черной лентой на рукаве, на которой серебрились такие же чужие, непонятные, крючковатые буквы. Мария еще ниже склонилась над глазом, держак остро отточенных вилл сжала так, что побелели пальцы, хрипло сказала, не слыша собственного голоса. Чего будем делать? Скажи мне одно, где мой муж Ваня и сыночек Васенька, и еще скажи мне, за что удавили феню, и девочку Саню за что убили? Молчишь? Молчи, молчи. Она повернулась, спустила ноги в лаз, постояла на первой ступеньке по логой погребной лестнице, постояла на второй, глаз не сводя с немца и сжимая в руках вилы. Молчишь? Повторила она. Ничего не знаешь и сказать ничего не можешь, и кто людей в неволю погнал, не знаешь, и кто хутор спалил, а скотину перестрелял, не знаешь? Брешешь, подлюка. Ты все знаешь и за все сейчас ответишь. Медленно опускалась она в погреб, останавливаясь на каждой ступеньке. И каждая ступенька Мария помнила. Их было девять. Приближала ее к тому необратимому, что она должна была совершить по имя высшей справедливости, которая сейчас в ее горячем сознании укладывалась в знакомые с детства слова. «Смертью смерть попала». И хотя она по-своему толковала эти когда-то услышанные от старой бабки слова, ей казалось, что именно они властно требуют. Убей убийцу. Вот и последняя ступенька. Мария остановилась, сделала еще шаг вперед. Мальчишка-немец шевельнулся. Он хотел отодвинуться, втиснуться в угол, уползти в темноту за кадушку, но обмякшее бессильное тело не слушалось его. Уже в том мгновение, когда голова Марии показалась в открытом люке погреба, он по выражению ее лица почувствовал, что его ожидает смерть. Смерть подходила к нему, и он смотрел на нее невысокую женщину с карими глазами, с крепкими ступ, босых маленьких ног. Три острых, карающих вилл с каждой секунды приближали его конец. Мария высоко подняла виллу, слегка отвернулась, чтобы не видеть то страшное, что должно было сделать. И в это мгновение услышала тихий сдавленный крик, который показался ей громом. «Мама! Мама!» Слабый крик множеством раскаленных ножей впился в грудь Марии, пронзил ей сердце, а короткое слово «мама!» заставило содрогнуться от нестерпимой боли. Мария выронила виллу, ноги ее подкосились, и она упала на колени. И прежде чем потерять сознание, близко-близко увидела светло-голубые, мокрые от слез мальчижеские глаза.